добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы и недельная глава к дашим святыми и здесь говорится что мы должны бояться свою мать и своего отца и субботы соблюдать бойся матери твои отца твою субботу мы соблюдайте наши мудрецы и говорят что когда мы в главе и трое еще и за ним тоже есть произносим 10 заповедей 10 речений то написано чте отца твою мать твою дабы продлились дни твой на земле который боксе сильный твой дает тебе то есть первую на первом месте стоит отец а мать на втором месте а когда мы читаем лог дашим то бойся матери твоей отца твоего что это такое почему здесь так здесь так и наши мудрецы говорят что человек больше боится отца поэтому что касается все вышли ставят первую очередь мать чтобы тоже боялись а почитает больше мать чем отца поэтому там отец стоит на первом месте что это такое вообще даже если родители по твоему мнению вообще не правы и просто какие-то задания нелепые тебе говорят и что-то говорят делать как то что ты понимаешь что это неправильно надо с этим соглашаться нас им соглашаться и выполнять волю всевышнего он так хочется мы поступали верно как петора пишет если допустим матери отец на людях подойдут к своему сыну и и разорвут одежду или ударит или что-нибудь надо держа сдерживаться ты не можешь в ответ что-то сделать чтобы не опозорить родителей такой закон торы но мудрецы говорят постановление есть такое что не имеет права родители при людях позорить своих детей тоже то есть этот закон тоже работает все нет заповеди почитает своих детей такой заповеди нет родители обязательно мы должны уважать старших и написано и суббота мы соблюдайте за этой фразой будьте с каждой матери своей отца суббота мы соблюдайте зачем так написано рядом это все во всей торе у нас есть суббота который надо соблюдать мы обязаны дело то что если отец говорит что ты нарушил субботу ему так захотелось вот здесь ты уже не можешь поступить потому что это заповедь не может быть нарушена потому что хочет твой папа так или допустим человек хочет учить тору хочет учиться решили один говорит нет ты не поешь решили учиться который тебе не надо не будешь учить то здесь тоже нам тора разрешает пренебреть мнением отца вот такие законы удивительные но вот так приводит пример наши мудрецы исполнению почитания родителей на вторе он с карахоном был когда отец ему говорил выполнять какую-либо заповедь или просто любую просьбу он мгновенно выполнял мгновенно бежал за этой заповеди все выполнял что отец просит и за это потом когда разделили землю оказалось что у нафтали быстрее всех урожай поспевает вот так за за его отношение к родителям за быстрое исполнение повеление родителей вот так вот и потом приводится истанаха у нас был полководец барак там была пророчица двора она была судьей насудила израиль и вот надо было идти воевать с сисой с войсками огромными так вот заслугу нафтали барак побеждает сису побеждает огромную армию там 900 колесниц железных что-то невероятное всевышний отдает в руки вот это заслуга нафтали а нафтали выполняет заповеди со всей душой смотрим как выполняет заповеди йосиф как он выполняет то есть написано что братья йосифа ненавидели возненавидели и потом еще более возненавидели его потом пошли братья в шхем пасти скот и тут яков говорит йосифу пойди усведомись о благополучии братья волгучий овец казалось бы как бы йосиф мог пойти когда братья его ненавидят и может плохо закончится ну и и йосиф просто четко выполняет то что говорит отец не думая он сказал вот я и пошел то есть яков конечно не мог предположить что братья способны его на это продать йосифа или что-то еще сделать это просто наоборот он думал что братья наоборот помирятся потому что он жил в семье праведников ривка праведница исхак праведник он не мог себе предположить что-то другое вырос такой семье но к сожалению не все так просто не все так просто и братья конечно поступили плохо но и главное что йосиф выполнил поверение отца невзирая на ту опасность вот так и надо нам выполнять заповеди не не откладывать их и не надеяться что но само пройдет все вышли написал выполнять попалась в руки митсву берем выполняем быстро четко и ясно вот так не надо откладывать на потом потому что митсву может уйти и мы потеряем заповедь а добавить надо выполнять что чем их больше тем больше хороших дел главное в этом в этой жизни что хорошие дела превышали плохие и тогда человек является праведником человек которого больше хороших дел чем плохих вот так вот мы должны все бороться своим злым началом и побеждать чего и нам всем желаем а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души Мойша бен-Давид Берта Батесрейль Павикий Павел бен-Эфим Яков Бен-Ахумул Лир бен-Григорий за здоровье Дэвид Бен-Стелла Светлана Бат-Клара Шолом Йона Бен-Сара Шимон Бен-Эсхах Инна Бат-Мира Борис Бен-Мария Мойша Бен-Маня Аня Бат-Ривка Рахель Бат-Лилия Полина Перба Соня Сура Лена Бат-Клара Стелла Бат-Тейла Женя Бат-Ида Инна Бат-Дора Анна Бат-Елена Станислав Бен-Рахель Ефим Бен-Стер Двойра Бат-Мириам Моисей Бен-Ева Ирина Бат-Двойра Йосиф Бен-Раиса Инна Бат-Моэль Евгений Бен-Берта Евгений Бат-Ита Фира Бат-Ана Геннадий Бен-Лена Елена Бат-Инесса Ольга Бат-Светлана Йосиф Дан Бен-Цара Таня Бат-Фрида Инна Бат-Рива Вадим Бен-Татьяна Юлия Бат-Белла Яков Йосиф Бен-Рахель Шимон Бен-Мира Фейга Бат-Берта Ася Бат-Года Марк Бен-Мина Ира Бат-Вера Леон Бен-Клара Рафаэль Б Ефим Бен-Цара Ида Верхая Агива Ефим Бен-Соня Майя Бат-Фаина Алексей Бен-Ольга Клара Бат-Броня Гая Бат-Серид Мазл Барса Сгула Ирина Бат-Тури Арона Ребен-Нури За хороший дух Арона Ребен-Двой Радис Бен-Ахум Авигаль Бат-Сара Хана Бат-Аврагам Рафаэль Ариэлла Бен-Лариса Галя Бат-Гидалия Проносай Брют-Лаир Бен-Рая Анна Бат-Александра Марина Бат-Рая Борис Бен-Марина Алексей Бен-Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Проносакова нам мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья, всего самого лучшего и пусть скоро закончится страшная война. До следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом!